Добрый день! Сегодня рассмотрим топовый кубик 5х5 от компании Moïo, Aochang VRM. Этот куб у меня уже давно, несколько месяцев, и всё как-то до него руки не доходят. Вернее, я открутил на нём сборок 100, но хотел ещё подольше его потестировать, дать ему надежду, но всё же мнение я не очень сильно изменил от первоначального. Коробочка красивая, главное, компактная. Такого же размера была коробочка от Mi Long 2х2 по 5х5. Стильно, качественно, хорошо. Внутри кубик и коробка с аксессуарами. Всё, коробка пуста. Проверим сразу аксессуары. Наверняка, естественно, отверточка и запасные магнитики. Магнитики, как видим, двух размеров, потолще и потоньше. В этом, наверное, и его проблема. Проблема этого кубика. Также здесь карточки, инструкция, достаточно объёмная, длинная, бесполезная. Не, ну, может, тут красиво нарисованы какие-то члены компании мою. Ну, неважно. Всё это убираем. Магнитики сохраним на всякий случай. Коробочку. Отправляем куда-нибудь назад. Отверточку на кладбище отверток. Их там уже огромное количество. Сам куб. Аучанг VRM. Понятно, что его нужно сравнить с предыдущим Аучангом. А это у нас как раз Аучанг ГТС. Тоже от компании мою. И ближайшие конкуренты. Это Валк 5 и МГС. Серия VRM. Когда-то она начиналась как Without Ridges для кубика ГТС-3. Вейлонга. Вейлонга, а не Мейлонга. Но потом она просто как осталась приставочкой. Как всем популярным хорошим моделям. VR вроде бы как мировой рекорд. Ну, так и закрепилась. Если кубик 2х2, 4х4, 3х3 вполне хорошие и отличные. То есть, четверка и двушка до сих пор не актуальны. Ну, четверка в принципе топовый куб. Двушка, конечно, много хороших. С четверкой только МГС может конкурировать. Ну, вот когда началось. 5х5. Паразитирование на трешке. VRM 2020. Я даже покупать не стал. Наверное, самое неудачное, что могло быть, это Мегаминкс из этой серии. Как-то я доверие компании начал терять. То есть, это действительно паразитирование на удачном названии. VRM ассоциируется с хорошим топовым кубом. Давайте редизайн старый головоломг сделаем под этой же маркой. С Ау Чангом ГТС здесь значительные различия. Кубик стал поменьше. Он теперь имеет реброшит 1,5 мм, что вполне комфортно. Ну, и строение элементов другое. Разбирать не буду. По картинкам можно посмотреть. Цвета стали поярче. Вот красный ярче. Голубой похож. Оранжевый чуть потемнее. Зеленый потемнее. Ну, белый как-то белее. И что там, желтый более яркий. Цвета поменялись. Но, сам кубик. Хорош ли? Да, кубик хорош. Сейчас основным, наверное, у меня пока останется MGC. Я, в принципе, на MGC перешел и по пятерке, по шестерке и по семерке. Да, семерка тоже находится на тестировании. Вот у нас здесь недалеко. Про нее тоже будет видео, но со временем. Четверку пока я оставляю VRM, хотя MGC тоже покручу. Но вот с пятеркой VR у меня тут не все хорошо сложилось. Если быть объективным, то это хороший топ-куб с приятным вращением. Быстрый, удачный, красивый. Весь такой замечательный. Когда его пиарили, сама компания МОВИ, да еще какие-то картинки такие мелькали, говорилось о том, что он будет срезать углы под 45 градусов, как на трешке. Ну, давайте проверять. Поближе. Угол 45 градусов. И не срезает. Возможно, если его сильно расслабить, то и срежет. Да, он режет углы неплохо, но как для пятерки. О 45 градусах тут, конечно, речь не идет. Опять же, я говорю все про заводские настройки. Ослаблять кубик сильнее мне совершенно не хочется. Меня почти под каждым видео спрашивают, когда Ау Чанг. И вот, наконец-то, я решил все про него видео заснять. Чтобы снять этот камень с души. Возможно, я им когда-то еще покручу. Что-то поменяется, но вот сколько сборок было. 100 на таймер и еще какое-то количество без таймера. Сколько шансов я ему не давал, но все одно. Здесь слабые магниты. Такая же проблема была на RS3M 2020, но кому-то он понравился. Да, вполне вероятно, что на том же RS3M 2020 многие после плохих кубиков взяли первые магнитные и им были довольны. Но также многие профессионалы тоже от нем отзывались хорошо. Очевидно, что те, кто любит слабенькие магниты или до этого крутили немагнитными кубами, по достоинству оценят и эту головоломку. Мне не очень понравилось. Собирать можно, но особого удовольствия не испытываешь. Здесь, по-моему, магниты даже слабее, чем на Yuxin Little Magic. Тоже я не в восторге от той серии. За исключением 2х2 и 3х3 пока. Перспективный кубик, будем тестировать. Та же четверка, пятерка меня не вдохновили. Крутится хорошо. Давайте одну сборочку сделаем и какие-то итоги подведем, чтобы больше никаких сомнений не было у моих зрителей. Собираем один центр, второй центр. Да, я на нем пособирал и у меня среднее время примерно такое же, как и на других топовых кубах. Это Valk 5 и MGC. На Аучанге GTS я очень давно уже не собирал. Это довольно старый куб, поэтому не вспомню, что было тогда. Но на этих все примерно такое же, чуть меньше двух минут. Не бог вещь то, но для меня пока неплохо. Так, собираем что-то дальше. Синий центр. И... И... Затем устраивает, естественно, не очень хочется. Так, белое-зеленое. Дальше синий-красное где-то здесь. Я собираю этим кубом, но всегда чувствую вот этот недостаток контроля, особенно на крайних слоях, видимо. Так, какой? Бело-оранжевый. Собираем. И белый-зеленый автоматически. Так, одна сторона готова. Дособираем вторую. Переходим к среднему слою. А здесь бело-красный. Зелено-желтый. И... Два последних ребра. На этапе 3х3. Здесь все... В принципе, хорошо. Кроме контроля. Кроме усилия магнитов. Как я уже говорил, никаких здесь 45 градусов калореза на базовой настройке нет. Несно. Быстро и достаточно приятно все это вращается. Но магниты определенно слабоваты. Не так катастрофично, как на Мегаминксе. Но мне хотелось бы посильней. Да, этот куб найдет своего любителя и ценителя. Да, это вполне себе хороший топовый куб. Но мне нравятся кубики с чуть большим контролем. Посильнее магниты. Чувствуется на МГС. Самый большой контроль из трех предложенных. Естественно, на Валке. То есть, МГС по скорости практически не уступает. Но контроля чуть больше. И мне это нравится тоже больше. Валк 5. Отличный куб. На тех соревнованиях, которые я еще успел поучаствовать до коронавируса. Я собирал именно на нем. Показывал, обновлял свои результаты не раз. Хотя тренирую большие кубы сейчас довольно редко. Стоит ли покупать Аучанку ВРМ? Если это ваш первый магнитный куб. Такого уровня. И вам нравятся слабые магниты. То определенно да. Если у вас есть Валк 5 или МГС. И вас они устраивают по силе магнитов. То это также вам покажется слабовато. Контроля здесь будет вам недостаточно. Определенно конкурент топовым моделям. Но кручение не в моем стиле. Не хочу ругать этот куб. Но скорее из-за того, что есть модель хуже в этой линейке. А именно Мегамикс. Про него поговорим отдельно. Куб для любителей слабых магнитов. Покупайте на свое усмотрение. Я рекомендовать не буду. А на этом все. Всем спасибо. Всем пока.